Всем привет, с вами InformTV. Для миллионов зрителей бывшего СССР Лилита Озолиня ассоциируется с Мартой из любимой мелодрамы «Долгая дорога в дюнах». Два десятилетия молчаливая, хрупкая на вид, но сильная внутри героиня оставалась кумиром, символом красоты. Сейчас на родине актрисе о картине говорят как о лживом и надуманном продукте системы. Возможно, потому что слишком приглаженной выглядит история ссылки латышей в Сибирь. Но сама Лилита играла не по указке режиссера, а так, как чувствовала, поскольку знала о депортации не понаслышке. Личная жизнь заслуженной артистки тайна за семью печатями. Актриса, охотно соглашаясь на интервью, сразу оговаривает запретную тему – это семья. Из некоторых источников СМИ известно, что Лилита не раз выходила замуж. Неизвестно, по каким причинам союзы распадались, но никто и никогда не слышал от актрисы негативных отзывов о бывших мужьях. В одном из браков у Озолини родилась единственная дочь Лилиана. По специальности она журналист. Некоторое время занимала пост директора латвийского телеканала MTV, затем ушла в бизнес. Сейчас Лилита живет в Риге. С 1996 года хранит верность театру Дайлес. Зарплаты в театре хватает только на оплату коммунальных услуг, поэтому она открыла сначала салон красоты, а потом и студию искусства, коммуникации для детей и взрослых. Там преподают технику речи, психологию руководителя и личности, философию, а также проводят занятия по созданию имиджа. Там же работает и дочка Лилиана. К тому же актриса продолжает сниматься. Раз в несколько лет выходят фильмы с ее участием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!